Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня тяжелейшая задача. Я сегодня на разогреве. Опишу вам, что сегодня будет происходить. Формально, в сущности, это мой концерт. Спасибо большое! Но! Но дело в том, что дело, в котором мы принимаем участие, настолько важное и настолько серьезное, и настолько, как мне кажется, нужное, что друг мой соратник, Георгий Леонидович Васильев, любезно согласился принять участие в сегодняшнем моем концерте. Свое участие он проявит во втором отделении нашего концерта. А первое я позволю себе провести лично. Я смотрю, тут уже много записок. Может быть, с них и начнем? Первое, очень хорошее. Чтоб вы таки были здоровы. Спасибо, мы сделаем все возможное для этого. Когда в МДМ премьера Норд-Доста? Не могу точно ответить на этот вопрос. Хотя речь об этом шла. Do you hear the people sing? Yes, I do. Я бы даже сказал, как мой друг Георгий Леонидович говорил, когда он учил английский язык, он говорил в таких случаях Yes, it is. А потом почему-то добавлял I am a pencil. Мне уже 22, и я до сих пор не слышал анекдот про медведя. Вы знаете, может быть, и не стоит его рассказывать, потому что недолго осталось. Что там? А, тут так и написано. Так, похоже, и помру, не узнав его. Нет. Знаете, мне уже скоро 57, и я его слышал много раз. Не знаю, друзья, если нам совсем уже не в моготу будет во втором отделении, то тогда, в общем, может быть, мы до этого дойдем. Но сейчас, вы знаете, мне кажется, нужно переходить к песенкам. Каковых за время творческой деятельности накопилось довольно много. Началось все давно, в 1975 году, когда я благополучно поступил на географический. Нет, наверное, началось все раньше, потому что Георгий Леонидович поступил на географический факультет годом раньше, в 1974. Когда я в 1975 году поступил, я был желторотым первокурсником, а он матерым второкурсником. И он уже руководил агитбригадой географического факультета и любезно пригласил меня в оную. Я начал там даже немножко петь. Играть на гитаре мне пока не позволялось. Вообще, рассказы о том, как мы познакомились, они могут составить целую отдельную книгу. Георгий Леонидович обычно рассказывает так. Он шел по 21 этажу и вдруг увидел мальчика, который сидел на скамеечке и побринькивал на гитаре. Он подошел к нему и сказал, «Мальчик, хочешь я научу тебя играть на гитаре?» Мальчик сказал, «Да, дяденька!» Так мы познакомились. Это была почти правда. Если серьезно, то Георгий и ребята из агитбригады, которые он тогда руководил, выступали у нас на дне первокурсника и в первую же секунду снесли мне башку абсолютно. Потому что вышли какие-то ребята, взяли гитары и начали так петь. А я, я в школе, у меня уже был вокально-инструментальный ансамбль. «Вешние воды» назывался. Соответствующей глубиной осмысления действительности соответствующим репертуаром. «Вешние воды, весна пришла!» «Вешние воды, любовь принесла!» Вот. С таким багажом я поступил в МГУ. И сначала встретился с Георгием Леонидовичем Васильевым. А потом, в 75-м году, осенью, на факультете состоялся концерт квинтета под руководством Сергея Никитина. Те из вас, кто помнит квинтет тех лет Сергея Никитина, могут засвидетельствовать, что на молодое, неокрепшее сознание этот квинтет производил не меньшее впечатление, чем Битлз. На нас он произвел точно такое же впечатление. Вообще, весь университет тут же стал дробиться на пятерки. Три мальчика, две девочки. Все считали, что авторскую песню можно петь только так. Мы тоже так сделали и начали петь авторскую песню. Я не буду вспоминать те песни, с которых мы начинали, потому что через какое-то время мы поняли, что нам их мало. И вдруг, 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 вдруг захотелось чего-то сочинить. Мы пока очень волновались. Нам казалось, что стихи пишут поэты. Нам до сих пор, кстати, так кажется. Стихи действительно пишут поэты. Мы сочиняем тексты для песен. Это другая история. Если то, что мы сочиняем, написать на бумаге, то порой волосы встают дыбом. Даже не у тех, кто читает, а даже у тех, кто сочинял. И поэтому мы сначала очень волновались. Одна из самых первых песен собственного, ну, как бы, внутри коллективного сочинения тогда еще. Квинтет, потом квартет, потом трио, и только потом дуэт. Мы образовались из квинтета путем вычитания. И долгое время еще мы выходили с Георгием Леонардовичем на сцену и говорили, вообще-то мы поем втроем. С нами пела еще девушка Ирина Чебукова. Она уехала на стажировку, и мы не могли выступать. Выходили и говорили, вообще-то мы поем втроем, но сегодня нас двое. Так вот, вообще-то мы поем вдвоем. И мы вам это таки докажем. Георгий наш был старше меня на год. Он, собственно, и остается старше меня на год. Соответственно, он был и посмелей, и поталантливее, и побойчей. Он первый начал сочинять песни. Хотя пока, правда, сам волновался писать стихи. Одна из первых песен, попавшая в наш репертуар, и задержавшаяся в нем на десятилетие, была написана им на стихи. Тоже совершенно непрофессиональная поэтесса, и выпускница географического факультета МГУ Галины Чмиревой. Песня называлась «Не договаривая фразы». Не договаривая фразы, Вдруг благодарно замолчать, Быть понятым друзьями сразу. В глазах сочувствие встречать И благодарно замолчать, Не договаривая фразы. Судом друзей не будет встреча Наш самый безрассудный шаг. С чужими часто все не так. Закон непониманья вечен, Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встреча. Мы об одном всю жизнь мечтаем, Быть понятым и понимать, Мучительно в других врастая, Снять от чуждения печать, Чтоб благодарно замолчать, В глазах друзей себя читая. На полусловия замолчать, В глазах друзей себя читая, Вдруг благодарно замолчать. Как я уже сообщил, мы с Георгием заканчивали географический факультет Московского государственного университета. Правда, он учился на кафедре экономической географии Советского Союза, А я на кафедре, как раз наоборот, физической географии зарубежных стран. И даже некоторое время изучал физическую географию зарубежных стран на примере нашей необъятной Родины, Как-то не предполагая, что когда-нибудь я эти самые зарубежные страны увижу. Я их потом увидел в конце концов, но уже к этому моменту перестал быть профессиональным. В душе мы все остаемся всегда географами, с этим ничего нельзя сделать. Про это можно отдельное отделение концерта посвятить этой теме выпускники геофака. Это так. Но профессионально я уже не занимался географией, и об этом чуть позже. А тогда по необъятной Родине я поездил, поездил, и некоторые песни оттуда были приведены. Вы знаете, они как-то задержались в репертуаре на длительное время, И до сих пор с удовольствием поются, хотя некоторые из них больше 30 лет. У тучи нет иной заботы, как наше солнце закрывать, И расписание полета безбожным образом срывать. Все небо в серой простокваже, и мелкий дождик облажной Отложит все заботы наши до восемнадцати ноль-ноль, до восемнадцати ноль-ноль. У ветра нет иной заботы, как наши тучи разгонять, И расписание полета волшебным образом менять. Мы все в плену атмосферы, пока не стихнет дождь косой, И ожидание профиль серый завис над взлетной полосой, Завис над взлетной полосой. У солнца нет иной заботы, как наше ливне прекращать, И расписание полета через окошко освещает. Молчит измученный диспетчер, закрывший небо до шести. Не плачь, мой друг, еще не вечер, мы непременно полетим. Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, как ожиданием нас томить. Билет в руке, багаж оплачен. Так что ж мы медлим, черт возьми, Когда еще счастливый случай представит нам аэрофлот. Коль наше счастье так летуче, Мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет. Спасибо большое. Существует поверье в кругах любителей авторской песни, Что эта песня, исполненная вкупе со следующей, которую я спою, Будучи спетыми подряд, При определенных обстоятельствах останавливают дождь. Поверье это возникло лет пять назад на одном из слетов на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, Куда меня пригласили, Когда я легко и красиво остановил дождик, Исполнив две эти песни. Все очень волновались. Знаете, когда на слете в лесу вдруг начинается дождь, Все, концерт может быть сорван. А-а-а, тут появляюсь я. Беру в руки гитару и хопа, и дождь останавливается. Правда, очевидцы забывают сказать о том, Что для того, чтобы дождь действительно остановился, Нужно всем участникам процесса перед этим, Ну, как у них там принято говорить, Я вообще не употребляюсь в этих напитках теперь, с тех пор. Принято накатить, А после этого всем обязательно раздеться до трусов. Потом исполняются две эти песни, И дождь останавливается, как минимум, для участников процесса. Я все жду, когда у кого-нибудь, у кого-то, Просто несколько человек тогда были уже вот с такими приборами, Тоже записывающими, типа айфонов, И уже тогда все это появилось. Я все жду, когда у них наконец окончательно исчезнет совесть, И они выложат в интернет, как я заклинаю дождь. Но песня совсем не об этом. Песня называется «Дождь над осыкулем». Она была написана по всем канонам авторской песни. Мокрая палатка, бородатый студент, Гитара за 6 рублей 50 копеек. Помните, такая была с винтиком? Она разваливалась практически. И песня, знаете, удивительна тем, что... Ну, песни же сочиняешь для кого? Для своих все время, для друзей. И вот в этой песне часто перечисляется Кто-то там-там-то, кто-то там-то, Кто-то такой-то, кто-то еще что-то. Каждый кто-то – это конкретный человек. Один из этих людей, Этот самый кто-то, Будучи даже при этом... Вот интересно, что удивительно, Я был студентом кафедры физиографии Зарубежных стран и проводил свою практику На Иссыкуле, А он, будучи студентом Кафедры экономической и географии Советского Союза, Проходил свою практику в Париже. Поэтому это именно он В Нотр-Дам-де-Пари Пари на языке говорил на зарубежном. В то время на французском. Он потом переучился на английский. Сейчас знает оба. Одинаково. Да, еще меня спрашивают, Почему у вас в таком злые все такие В ранних песнях? Георгий Леш говорит, Почему у тебя все такие злые В ранних песнях? Там, злой комарийный край, В краях каких-то злых, Еще все злые. Я недавно выяснил, почему. Я-то тогда, когда сочинял в молодости, Не знал, что оказывается В русском языке есть всего Единственное прилагательное, Состоящее из одного слога. Это прилагательное злой. Других прилагательных. И поэтому его очень удобно Втыкать было, спасибо. Втыкать было куда угодно. Так она воткнулась и в эту песню, Посвященную всем нам. Кстати, совершенно не злым, А очень даже добрым ребятам. Дождь над эльцикулем Сплошной пеленой И ночью чернилами Льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части Теньшайна раскрошил. Кто-то от нас вдалеке Стиснув фонарик в руке Месит болото. Кто-то забыв про уют В злом комарином краю Ждет вертолета. Где-то в морях Неизвестных и злых Бродят суда Словно суши осколки. Где-то в степях Зацветают полы Там за хребтом Там за хребтом Мир живет, Мир шумит, А у нас только дождь Над эльцикулем Сплошной пеленой И ночь Чернилами льется С вершин И серой горной Курчавой стеной Весь мир На части Теньшайна раскрошил. Кто-то в избушке Лесной Тронет безмолвье Струной Тихо и нежно Кто-то в Нотр-Дамде-Пари На языке говорит На зарубежном Но расстояние считать Не по нам Встретимся вновь Человек не иголка Пусть нас опять Разделила стена А за стеной Мир живет, Мир шумит, А у нас только дождь Над эльцикулем Сплошной пеленой И ночь Чернилами льется С вершин И серой горной Курчавой стеной Весь мир На части Теньшайна Раскрошил. Большая записка Прошел слух, Что вы с Георгием Леонардовичем В МГУ будете выступать Это правда? Когда? 14 апреля И как попасть туда? Мы будем выступать Георгием Леонардовичем 14 апреля В МГУ Нет, не 14 17 апреля На юбилей Ансамбля Sky На которой тоже Георгием Леонардовичем Доброй душа Он выступать Не хочет Но когда его очень просят Он выступает Но очень редко Раз в два года Если серьезно Если серьезно Я скажу вам, в чем дело Дело в том, что для того, чтобы выступать Так, как мы когда-то выступали А выступали мы много Часто, с удовольствием В разных городах и странах Мы сочиняли множество новых песен Их в общей сложности Больше двухсот, наверное За это время появилось А если считать Всекой дребединь То пятисот Для того, чтобы так выступать Нужно все-таки Шесть-восемь часов в неделю Репетировать Но нету этого времени Ни у меня Артиста Ни у Георгием Леонардовичем Генерального продюсера Грандиозного мультсериала Который вы все, наверное, знаете Фиксики Это его Есть ли в зале кто-нибудь Кто не знает, что Автором и продюсером этого сериала Целиком является Георгем Леонардовичем Нет таких, наверное Во втором отделении Вы наградите его аплодисментами И за это Многие песни того времени Сочиняли сразу для двух гитар И поэтому я думал Что я никогда их уже спеть Не смогу Один А потом Что-то как-то так Попробовал 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 Думал А может получится Вот что получилось Мой пух на розовых щенках Мне представлялся столь солидным Его впервые безобидно Касалась женская рука Когда впервые, как в бреду Та фраза в воздухе застыла Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Так был когда-то в первый раз В графе разлук поставлен крестик Мой пух грубел Мой пух грубел со мною вместе А это пара глупых фраз Как карусель кругов в аду Одно и то же затвердило Я приду, 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 приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Себя молитвой и постом, Смирив в процессе ожиданья, Я ждал крестов в графе свиданья, Но надо мной висит крестов, Как ключ, потерянный в пруду, Как недорытая могила. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду. Уже ли я грешен тем, что сам Постиг чуть горький запах мщенья, И все свои невозвращения По той же схеме подписал. Ведь жизнь, как жалкий, как аду, Одно и то же затвердило. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, Дорогой Алексей Игоревич, спойте, пожалуйста, Самый лучший в мире я. Спасибо. Спою чуть позже, буквально чуть позже. Сейчас еще, еще одно воспоминание. Я уже говорил о том, что в школе я играл в вокале инструментальной, на самом деле. Вешние воды назывались. На всю жизнь желание сыграть на электрической гитаре что-нибудь, Или, как тогда говорили, сбацать. Оно осталось, оно в крови находится, это желание. Кстати, мы его осуществляем тут в ближайшее время. Приходите 18 апреля в Гнездо Глухаря. Группа Аболтусов во главе с Вадиком Мещуков Будет играть на электрических гитарах Шизгару. Воскресенье, радостный день, ну и всякая такая вещь. В общем, репертуар школьного вокально-инструментального ансамбля Мы наконец-то осуществили, два месяца репетировали. Будут Битлсы, будут Роллинг Стоунсов, не будет. Будут веселые ребята, голубые гитары будут. Знаете, будет что? Это я буду играть, если выучу. Я уже месяц уйду. Электрические гитары – вещь опасная. Ее надо как-то осторожней с ней. В общем, если всерьез, то я отдыхаю душой на этих репетициях. Там очень неплохой состав. Там прекрасные ребята и басисты, и барабанщик, и басист Леша Пальцев. Известный, кстати, очень человек в кругах сочинений песен. Ксения Федулова вообще, мне кажется, абсолютно аутентичная, рок-н-ролльная девушка. Она поет Шизгару один в один. Просто я сам не отличаю. Ну и Наталья Турьянская. Угадайте, чья дочь? За роялем. За роялем. Она нас всех строит, и мы даже Битлсов поем на голоса под ее руководством. Так вот, с таким, знаете, задором, мы с Георгием Ильяновичем тоже подумали, что неплохо бы нам когда-то сочинить что-нибудь такое электромузыкальное и прыгать по сцене, думая, ну на будущее, когда появится много аппаратуры разной у нас, мы будем прыгать по сцене, трясти длинным, как тогда говорили, хайером, то есть волосами, петь красивые песни, и девчонки будут нас любить. Все сбылось. Кроме электричества, хайера, прыжков, красивых песен. Ну, в принципе, того, что сбылось, нам хватило. Поэтому мы сочинили рок-н-ролл. Говорят, что по сюжету этой песни в Германии снял полнометражный художественный фильм. Я, кстати, так и не нашел. Нигде я искал его в интернете, искал специалистов, спрашивали. Спрашивал, но говорят, что это какой-то арт-хаус. Честно говоря, я представляю себе это. В главных ролях, ну скажем, я. Я, кстати, закончил институт кинематографии после университета, так что вполне возможно. Скажем, я и для простоты, ну скажем, Анджелина Джули. Ну, чтобы было просто понятнее, про что песня. Ещё осталось метров двадцать. Я от волнений весь горю. Ох, не смогу я удержаться. Возьму и с ней заговорю. Постойте, здравствуйте, я Петя. Скажу я в грудь себя бия. Она мне может не ответить. А может, скажет Зуфия. А может, скажет Зуфия. И я от радости умнее Ещё чего-нибудь скажу. И вместе с ней в поле я до рассвета пропажу. И стрелью первого трамвая. Всё станет просто и легко. И прошепчу я, замирая. Люблю тебя я, Суликов. Люблю тебя я, Суликов. А в духе полного доверия Всё прощайте, братцы. О, Боже, правый, помоги. Глаза мастерей, булатной стали. Тоской мне сердце обожгни. Ах, как мы славно помечтали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Прощай, красотка Натали. Подушку рыдать Безумный весенний порой. Ведь девушкам нашей мечты Давно уже с восемнадцать И граф манте-Кристо уже Не самый любимый герой. Уж мы уже давно, уж не те. Хоть хочется верить, что те же Смешной с таким животом Гулять в мушкетёрском плохе И старым стихам про любовь Мы верим всё реже и реже А новых стихов про любовь Уже не читаем вообще Надел же валье Д'Арданен Кипченочку модного кроя А шляпу с гусиным пером Стыдливо засунул в нужник И хочешь, не хочешь, но факт Совершенно иный герой Глядят на тебя со страниц Твоих сберегательных книг Увы, дорогие друзья Всё в жизни известно заранее Сначала мы все о-о-о А после весьма и весьма И нам остаётся одно Залечь на скрипучем диване И дрыхнуть прикрывший глаза Любимым романом Дюма АПЛОДИСМЕНТЫ Это надо при Георгии Анатольевне Я при нём ещё раз прочитаю Академический хор МГУ Разучивает ныне вашу песню Я люблю университет Вы её помните? Не исполните ли? Чтобы вы поняли моё удивление Я вам покажу, как она начинается Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля 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 Вот так примерно Я представляю себе академический хор МГУ Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Лето 1755-го От Рождества Христова Наш русский патриот В душе москвич Наш Лобоносов Михаил Васильевич В интересах Отечества сынов Основал основание основ Основал основной российский вуз Приют для всех, да то ли известных мус И дальше там припев был в стиле диско Основал университет Основал университет Это на заднем плане ударный И академический хор Сообщите, когда у них премьера Мы придем По-моему Вот еще все Последняя записочка И переходим Как хорошо Олег Ниагару, да? Вашу новую песню Простановите О боже Слушайте, а вы все песни знаете? Переводите ли вы какой-нибудь мюзикл? Да, перевожу Перевожу мюзикл Называется А это уже не секрет 3 октября Соответственно, премьера Мюзикла Singing in the rain Он После этого самого После призрака оперы Он выглядит детской игрой Потому что призрак оперы Это был 3 часа музыки А здесь всего 17 музыкальных 17 песен И смешная довольно пьеса Мулькой Как теперь говорят Этого Шоу Будет то, что На сцене будет идти дождь Дважды Всего дважды Но зато очень серьезные До такой степени серьезные Что первым 5 рядам По технологии Выдаются плащи Это не шутка Реально Все первые 5 рядов Поэтому первые 5 рядов Самые дорогие будут Читали ли вы Ле Мизерабль? Нет Ле Мизерабль В оригинале Нет, конечно, не читал Отверженных Да, читал На руках Так И вот тут Несколько просьб Успеть Время от времени Как назвать-то его Бе Бе Бен Сегодня Время от времени Бенефициавр Наш сегодняшний Бенефициавр Он окончательно Бросал выступать И сочинять песни Тогда мне приходилось Сочинять одному Так вышло Два диска Последний из которых Называется Скромно, но красиво Самый лучший в мире я Вот несколько песен Сунова Я никуда не спешу Я стихов не пишу Мне собрать бы слова Воедино Что, хоть себе самому Объяснить, почему Замыкаясь искрят провода Я не пойму ничего И себя самого Я утешу Мол, все впереди Но я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда, никогда Мир Удивителен, но Он описан давно Мудрецами иных Поколений я Их немало читал И счастливее не стал И храню свой диплом Под стеклом Но Назначенье иных Неподвластных умов Повседневных вещей И явлений мне Не дано Описать Ни при помощи слов Ни числом Вновь Вновь В лабиринтах наук Непредвиденный крюк Совершу На гранит натыкаясь Вновь Перечту мудрецов И в конце-то концов Подолею шинель И муму Но Почему иногда Ни с того, ни с сего Так искрят провода Замыкаясь я Очевидно уже Никогда-никогда Не пойму Я Никуда не спешу Я рукой не можу Я к разлукам привык И к утратам Вновь Улетит самолет Пароход уплывет И года потекут Как вода Но С мудрецами вразрез Всем наукам Назло Вопреки всем МЦ квадратам Я Не забуду тебя Никогда-никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда-никогда Никогда Мой нежный друг Поскорее убери Из пепельниц Сугробы И зажигалкой Не режь Ночную тьму На мелкие куски На всей земле Нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной Причиной у твоей Печали и тоски Пускай порой Улыбается судьба Улыбкой баракуды И достается Твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг На земле нет Ничего фатального Покуда Есть у тебя Самый лучший В мире я Который все могу Когда беда Словно темная вода Огромною волною На горизонте Появится шипя Как злобная змея Ты можешь твердо Рассчитывать на то Что спиною Как стеною Тебя укроет От яростных штормов Твой лучший В мире я Ведь я умею Бороться и искать Найти и не сдаваться Я смел, как лев И пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что Я из воздуха соткусь И я тебя спасу А если вдруг Мы расстанемся с тобой На веки, веки, веки И прекратится безумный Этот сон Что снится нам двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не пересохнут реки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому что Гордыня Буян Боясь казаться жалким Не захочу арсенал Своих чудес Растрачивать вообще А потому что Я просто вечный раб Волшебной зажигалки И на большом расстоянии Не от нее Без помощи Вообще Вот почему мне не быть Твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет Дивный дар Которым я владел Я не сумею Я не сумею Не будучи твоим Из воздуха заткаться Ты извини У любых волшебных сил Имеется предел И в час Когда с четырех сторон Беда Нахлынет водопад И заблудившись Утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу Тебя спасти Но все-таки спасу Посмотри, как деревья заснежены Посмотри, как печальна река Разгляди В полумраке разреженном Как она подо льдом глубока Все слова, что доселе не сказаны Мы прочтем В тайном блеске луны Будто два представителя разума С двух планет, что с земли не видны Да, любимая Реки застывают А под панцирем Талая вода Да, любимая Вот ведь как бывает Да, любимая Да В тишине По поверхности шарика Что сквозь тьму По орбите скользит Мы пройдем И ночная Москва-река От себя лунный луч Отразит Мы поймем Что вдвоем помещаемся В этот луч Отраженный от льда А потом Так легко попрощаемся Навсегда 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 И расстанутся Мило улыбаясь Два Разведчика С двух чужих планет Нет, любимая Я не ошибаюсь Нет, любимая Нет Нет Следующая песня появилась приблизительно два года назад Зима 2013 года была практически бесконечной Если вы помните Просто она не кончалась В этом году тоже тут такой А, давайте я сейчас записываю Льготный билет Это если Георгий Иванович в антракте Алексей Игоревич, вы любите коричневые брюки? Носить люблю, а так не очень Зима 2013 года была просто какая-то невозможная Так и в этом году уже просто Тут я в интернете вычитал замечательную хохму Слушайте, когда уже разблокируют весну, пробная версия мне понравилась Прекрасно Вот в 2013 году было примерно так же, только без пробной версии Зима тянулась, так тянулась, тянулась Была такая шутка Два года назад была другая шутка Шутка была такая По сведениям Гидрометцентра Зима 2012-2013 Февраль 2013 года В Москве длился по разным оценкам От 42 до 68 дней Песня, которую вы сейчас услышите Была написана приблизительно 48 февраля 2013 года, когда зима По анатомически неточному, но эмоционально крайне верному выражению Одному другу Стало уже всем вот здесь в печенках Захотелось чего-то возвышенного Радостного Такого, чтобы приподняло над землей Показало бы перспективы Как-то облагородило в конце концов Так появилась песня, которая называется Все пропало Представляю ее вашему вниманию Все пропало Похоже, что рай на земле не наступит То случится война То спалят суховеи поля Катаклизмы в природе С людским скудаумием вкупе Не оставили шансов Несчастной планете Земля Птицы мечутся с юга на север Бессмысленной стаей Но, похоже, что сгинут во мраке Грядущих веков Белый буйвол И синий орел И форель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов Окончательно всех забодало Все бессмысленней песней Все хуже плохое кино Самых светлых надежд Человечество не оправдало И исчезнуть теперь За ненужностью А причином В общем, дело дошло До последней ступени маразма И логично бы было Обматывать шею пенькой Отчего же Суровой реальности Несообразно Я, как Гена в мультфильме Все время веселый такой Мне не страшен Ни горный козел Ни мятежный повстанец Ни взбесившийся климат Страну погрузившую в пурку Мне не нужен ваш цирк Дюс-Алей Покажите мне палец Вы постигнете смысл выражения Рожу не могу Я не псих У меня лишь чуть-чуть Что-то где-то замкнулось И стремительно на бок уехала Треснув по шуму С той секунды, как ты оглянулась И мне улыбнулась Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Спасибо большое Приближаемся к контракту Осталось две песенки буквально Одну из них Я у Георгия Леонаревича перед выходом спросил Георгий Леонаревич, что мне спеть? Пой что хочешь, мне все равно Я не знаю, можно я спою твои ранние песни? Зачем петь себе какую ерунду? Я хотел, конечно, спеть На самом деле первое отделение Можно было просто полностью составить Из ранних песен Георгия Леонаревича Поверьте, вы получили бы огромное удовольствие Потому что Ну просто потому что Просто потому что это так Ну во-первых Во-первых Ну Мне тоже хотелось какие-то песни петь А во-вторых Ну зачем право петь всякую ерунду? Как сказал сам Георгий Леонардович Поэтому Поэтому он попросил меня Говорит, спой про комарика С удовольствием выполняю просьбу Георгия Леонардовича Пою романс Но романс не настоящий Он не совсем романс Для настоящего должна такая Дама большая сидеть за роялем И так А в конце нужно Как Олег Погудин Сделать вот так Да, мы не обещаю, а как Погудин сделаю Романс появился лет, наверное, десять Начал появляться лет десять назад Когда я отдыхал на даче Ну в этой аудитории Я бы даже сказал у нашего общего знакомого Евгения Васильевича Вдовина Многие из вас, наверное, знают Этого удивительного человека Неутомимого организатора авторской песни Много лет назад он построил себе Как он выразился Фазенду В дальнем Подмосковье 800 километров от Москвы Много очень дальнее Подмосковье Они туда заезжают семьей сразу На месяц И живут там безвылазно Там Не берет мобильный телефон И чтобы позвонить Нужно ехать в соседний город Изборск Оно это надо Псковская область Короче Там отдыхать очень хорошо Потому что тебя ничто не беспокоит Отдыхал Я там лежал В гамаке И думал Надо сочинить что-нибудь такое Грандиозное На века И даже первая строчка появилась Строчка была такая Как приятно лежать в гамаке Поскольку все мысли и чувства Мною в тот момент испытываемые Этой строчкой Полностью исчерпывались Дальше ее дело не пошло Потом прошли годы Я понял, что в ней не хватает В ней в конце не хватало буквы С Получалось Как приятно лежать в гамаке С И сразу возникал романс Итак, романс С Который называется С В гамаке С Как приятно лежать в гамаке С Полосатым Полосатым Как старые матрасы На собственной левой руке С Слодо страстно давить комарас И с природой дышать в унисон И тайком сквозь шатер бузины Любоваться на послеобеденный сон Близлежащий в шезлонге жены Ля ля ляれ Ля 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 Ну а может его Не давить Вдруг в opoке в ближайшем пруду Он успел уже гнездышко свить И детям добывает еду Не сиди ты, гомарик, на мне Хоботок от руки оторви Полети и пропой Близ лежащей жене О моей бесконечной любви Ты скажи ей, что я был неправ В позапрошлую среду, когда Дерзко нормы морали поправ Злодострастно глазел Не туда Что, конечно, я был дураком Но не век же гореть мне в аду Лишь за то, что невинно Водил хоботком Ничего не имея в виду Ла-ля-ля, ла-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля, ты уж ей побуди, позвини На мужскую посетуй судьбу, а потом от меня лобызни Прямо в нежную жилку на лбу. Впрочем, если ее разбудить, нас обоих неверно поймут, Так что неча далече за смертью ходить, погибай непосредственно тут. АПЛОДИСМЕНТЫ Что за сказочную ночь сегодня выдалась? Просто чудо, плюс к известным всем семи. Обними меня, мы так давно не виделись, Прочь условности возьми и обними. Все планеты на ночной парад построились Под командованием Матушки Земли. А полночное светило нас с тобою осветило, Чтоб узнать с тобой друг друга мы могли. Это кто-то такой веселый там В сиреневом плаще Иностранными штанами розовеет. Слава Богу, в мире есть такие сплавы, Что вообще не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Кто же знал, насколько крепко все завяжется, Ведь порой в разлуке год идет за три. И, конечно, жизнь не так проста, как кажется, А гораздо проще, черт нас подери. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, Что, конечно же, весьма-весьма важны. Выражаясь откровенно, совершенно непременно, Друг у друга быть мы все-таки должны. Правый Боже, до чего же мы не виделись давно, Но от времени вино не дешевеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, И оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Я сказал же, что за мной не заржавеет, И оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет. Все планеты чуть из графика не выбились Торопясь на наш сегодняшний парад Обними меня, мы так давно не виделись И давай сюда свой фотоаппарат Вспышка вспыхнет и замрем в дурацкой позе мы Словно памятник сбывающимся снам Чтоб однажды наши внуки нас нашли бы на фейсбуке И немножко позавидовали нам Скоро время и пространство растворят нас без следа Нашу пыль ветра грядущей развеет И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет Амтракт!